13.06 Кирова. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день всем слушателям. Прекрасного, хорошего тоже дня. Погода хорошая. Слава Богу. Да, и хотя бы что-то радует. А, какой грустный, как-то не обещается тренд в нашей сегодняшней беседе. Но мы выясним, что нас радует, а что не очень. Во-первых, я хотела спросить, состоялась ли у вас встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Игорем Васильевым, которую вы долго планировали, и она долго откладывалась совместно с детским фондом по лагерю в Крыму и по делам детского фонда, попечителям которого вы являетесь. Да, к счастью, эта встреча состоялась. Это произошло две недели назад. Значит, мы с Валентиной Павловной Ивановой ровно 45 минут посвятили нашей проблеме. Это касается, конечно, наших детей. Сегодня ситуация с детским фондом. И очень важным вопросом для нас было обсудить ситуацию, что мы будем делать дальше с крымским лагерем. Я напомню немножко, мы говорили об этом в программе «Дневной разворот», что пожертвования в детский фонд сократились чуть не в два раза в связи с финансовой ситуацией, которую люди сейчас на себе испытывают. Ну и по крымскому лагерю пока слышно не было ничего. Да, и скажу по той ситуации, которая складывается социально-экономическая в нашей области, как и во всей стране, обращение в детский фонд, особенно многодетных семей, от матерей, которые воспитывают одних детей, просто увеличилось в разы. И если это раньше были обращения, связанные в основном с помощью подготовки первого сентября, одежды, тетрадями или какими-то лекарствами, особенно больным детям, то сегодня 50% обращений они составляют именно в том, что люди просто просят еды. Да, но это говорит о том, что это очень нехороший на самом деле сигнал о том, что сегодня эта экономическая ситуация и социальная, ну в первую очередь, если мы говорим о Кировской области, в области складывается тяжелая, как бы цены растут, зарплаты как бы не растут, с работой возникают проблемы, и все больше ощущают это на себе, конечно, это дети. Особенно статистика нам показывает, что сегодня любая молодая семья, имея двух детей, после выплаты всех необходимых платежей, становится на 50% из общей массы за чертой бедности. Это, конечно, очень страшно. Мы сегодня четко понимаем, что это всем тяжело, и в первую очередь тем семьям, у которых есть больше двух детей. В принципе, мы эту ситуацию как бы озвучили, мы сказали о том, что у нас вот такая картинка в этом году складывается. И попытались донести, что, в общем-то, та идея, которая два года назад была вынесена, в первую очередь, на пленарном заседании ЗАГСобрания, о том, что Кировской области не помешал бы, наверное, Крамский лагерь, так как у нас сегодня там ситуация с погодой, но, слава богу, в этом году было прекрасное лето, и я думаю, что все люди... Но климатические условия все равно никто не... Никто не отменял, и, в принципе, если была такая возможность, и она сегодня нам представлена, хотелось бы этот лагерь сохранить. Ну вот, вкратце, мы вот с такими проблемами пришли, Игорь Владимирович нас выслушал, значит, по той ситуации, которая складывается именно с детским фондом, и он высказал большую озабоченность, и сказал, что он готов всяко помогать детскому фонду, и Валентине Павловне Ивановой лично, значит, по Крымскому лагерю пока... То есть у Валентины Павловны, извините, что перевеваю, у Валентины Павловны будет прямой доступ к РИО по ее проблемам, да? Что значит всяко помогать-то? Ну, в принципе, как бы, я так понимаю, что Игорь Владимирович везде озвучил о том, что он дает прямой свой телефон, и можно по всем вопросам и проблемам к нему обращаться. Будет ли это прямой телефон или косой, я, честно говоря, там не понял, Ну, по крайней мере, желание встречаться с Валентиной Павловной регулярно, как бы, он это желание изъявил. По Крымскому лагерю ситуация немножко другая, потому что он, в принципе, пока не понимает, как бы, все необходимости этого лагеря, не понимает финансовое состояние, надо все это изучить, потому что на вопрос, там, сколько это будет стоить для области, как бы, я не смог ему ответить, потому что, в принципе, этим занимается соответствующее министерство, это образование и имущество. То, насколько я знаю, он дал поручение, чтобы они подготовили экономическое обоснование и все расчеты для того, сколько это будет стоить, как он будет сам выживать или нужно будет привлекать областной бюджет. Ну, в общем-то, все расчеты, которые необходимы для принятия решений. Вот вкратце так. А какое решение по Крымскому лагерю в связи с тем, что ВРИУ дал распоряжение экономическое обоснование, его целесообразности подготовить ты ожидаешь? Ну, я пока ничего не ожидаю. Я знаю, что уже, как бы, материалы все подготовлены, именно расчетов, загрузки лагеря, на кого он будет ориентирован. Мы же не раз здесь говорили, что это могло быть. То, в принципе, как бы, те документы, которые я видел, которые подготовлены, и уже, я думаю, что они уже, наверное, дошли до губернатора, то, в общем-то, на самом деле, по крайней мере для меня там все понятно, и, в общем-то, это никак не затратно для областного бюджета, и, в принципе, все расчеты показывают, что лагерь, в принципе, в Крыму может сам полностью себя обеспечивать, и еще давать возможность бесплатных путевок для кировских детей. — Я правильно понимаю, что очевидным будет решение конкретно в РИО по этому вопросу? — Да, это окончательно. — Ну, у нас уже срок очень уже уходит, у нас вообще краткосрочный договор был до 1 сентября, но, в общем-то, пока есть понимание, что везде идут по всей стороне выборы, в том числе и в Крыму, то, в общем-то, до 1 октября у нас есть период, когда мы должны сказать «да» или «нет». — То есть между 18 сентября и 1 октября должно последовать ответ от правительства Кировской области? — Нет, должно быть, во-первых, решение исполняющей обязанности, что он нам нужно... — Решение конкретно Васильева? — Да, Васильева, и уже на основании его решения будет отправлено письмо от Департамента имущества о дальнейших наших действиях. — То есть вопрос по крымскому лагерю должен был решиться до конца сентября месяца? — Да, я надеюсь, что да, потому что в обратном случае мы просто его с 1 октября уже потеряем. — Автоматически. Это особое мнение Дмитрия Русских, депутата областного законодательного собрания. Вот еще хотела бы, конечно, обсудить с тобой вопрос прямой линии, которая прошла в минувший четверг. Это первая прямая линия главы региона Игорь Васильев продолжил, подхватил традицию, которая у нас была внедрена предыдущим главой региона. Ты ее посмотрел, насколько я знаю? — Ну, да, когда ты... — Я думаю, что ее все внимательно смотрели. — Ну, честно говоря, когда она была на самом деле по телевизору, и была, по-моему, вторник был, я был в командировке, я на самом деле не смотрел. — Четверг, да. — Значит, я посмотрел ее в интернете, значит, на сайте ГТРК. Ну, в принципе, да, ну, что могу сказать. Обычная пресс-конференция, мне единственное, не понравилось ее техническое исполнение. Значит, как-то очень все сумбурное, очень много помех. Значит, и, конечно, на самом деле традиции эти завел еще не предыдущий губернатор, а это завел наш президент Владимир Владимирович Путин. — А, да. — Да, значит, и уже дальше пошло уже по нарастающей, да. Все губернаторы стали проводить, в том числе проводил ее и Никита Белых. И, если не память не изменит, последняя была его пресс-конференция 5 мая этого года. Значит, ну, вот пришел новый губернатор, в рамках тех традиций, которые были заведены президентом, прошла уже его первая пресс-конференция. — Ну, рассказано, озвучено представителями ГТРК, что пришло 4 тысячи вопросов. Подборка этих вопросов, тех, что прозвучали в прямой линии, тебя удовлетворила? — Ну, на самом деле, во-первых, все вопросы, которые были, они в основном касались, как бы, районов Кировской области. Значит, они касались, в основном, местных проблем в большинстве случаев. И, в общем-то, то, что сегодня задают эти вопросы, я считаю, что это недоработка местных органов. Потому что, ну, то, что касается, там, лестницы или касается, там, каких-то других проблем, значит, это, в принципе, показывает о том, что люди не могут достучаться до местной власти, и она не может им ответить на те вопросы, которые они задают. И они начинают, там, писать губернатору. Я думаю, что очень много сейчас людей, допустим, сразу уже и пишут, и не губернаторам, а сразу президенту Владимиру Владимировичу, потому что считают, что единственный человек в стране может решить их проблемы. Значит, то, в принципе, здесь появился новый губернатор. Понятно, что новые вопросы, на самом-то деле, они одни и те же, которых мы слышим, там, последние 5-6 лет. Значит, и они идут по кругу. Единственное, что меня поразило, почему-то не было ни одного вопроса по городу Кирову. Вопросы на самом деле были. У нас на сайте вопросы по городу Кирову конкретные были. И вопрос был, мы его зачитывали даже с Володей Сметанином в дневном развороте, зачитывали в эфире, когда агитировали народ слушать эту линию, потому что мы тоже ее транслировали вечером. Там был конкретный вопрос, будет ли вмешиваться глава региона в дела Кирова. Но он, к сожалению, не прозвучал. Нет, вообще не прозвучал за 54 минуты ни одного вопроса. И то, что касается с городом Кирова. В городе Кирове, в моем родном городе, живет почти полмиллиона населения. Значит, у нас проблем гораздо не меньше точно, чем в районах области. Значит, при этом у нас еще вдобавок есть эти вопросы, которые, ну, я думаю, что все кировщане хотели бы услышать. А о чем это говорит? Потому что я не сомневаюсь, что среди 4 тысяч вопросов не только наш один вот этот вопрос был. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, основной пакет вопросов, наверное, был от жителей города Кирова. И я в этом уверен. Куда он делся-то, этот пакет? Да, куда-то он исчез, и почему-то на него не захотели отвечать. Хотя, значит, это говорит о том, что или кто готовил пресс-конференцию, там, не хотели зацикливаться на городе Кирове. Или там столько проблем, что нет на них ни одного ответа. Или третий вариант. Или третий вариант, что идут выборы, и нельзя говорить плохо о главе города, который возглавляет список одной партии. И еще один тогда остается. Какой? Неинтересно. Владимир Васильев точно так же, Игорь Васильев точно так же, как Никита Белых, не будет вмешиваться в дела города. Но, на самом деле, это была одна из самых главных ошибок предыдущего губернатора Никиты Белых, который, в общем-то, дистанцировался от города и, в общем-то, его отдал на съедение определенным коммерческим структурам. Вариантов много, надеемся, что... Да, много. Я надеюсь, что просто на сегодняшний момент, все-таки я связываю это до 18-го числа, новый губернатор не хотел обсуждать эту проблему. Значит, я думаю, что после 18-го числа он будет готов обсуждать в первую очередь город Киров. Сейчас прервемся на одну минуту. Напоминаю, вы слушаете особое мнение Дмитрия Русских. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области до 17-го числа Дмитрий Михайлович Русских. Отставки предыдущей недели имеет смысл обсудить. Светлана Медведева и Кирилл Литвиненко... Закончим тот наш вопрос. Мы скажем, что я уверен, что новые исполняющие должности губернатора всем кировчанам на все проблемы и на все вопросы по городу Киров после 18-го числа будут отвечать. Это выглядит, знаешь, как заклятие какое-то. Ответьте на вопросы кировчанам, ответьте на вопросы кировчанам. Я со своей стороны хочу сказать, чтобы не думали кировчане, что их вопросы не ушли в аппарат губернатора. Я сегодня, завтра их выложу у нас на сайте, и вы можете прочитать, какие вопросы губернатору задавались слушателями, вернее, главе региона задавались слушателями Эхо-Москва. Я думаю, что я не читаю, тебе скажу фактически основную часть. Это парки, это дороги, это точечная застройка, это зеленое насаждение. В общем, все то, что мы последние 10 лет сталкивались и пытались отстаивать какие-то моменты, которые, в общем-то, городская власть смотрела на них совершенно по-другому. Я тебе хочу сказать, что не только. Очень много вопросов, которые касаются рабочих мест. Ну, это 100%. Это выходит сейчас на первый, кстати, план на самом деле. Ну, вообще, я думаю, что скоро политика, она проиграет экономике. Рабочие места, предприятие и ЖКХ. Да. А дальше уже благоустройство, дороги и прочее. Вот сейчас вот такая последовательность. 100% это говорит о том, что все-таки холодильник побеждает телевизор. И с этой точки зрения понятно, что люди начинают понимать, что все здорово, за исключением одного. Если нет работы и нет зарплаты, то их жизнь становится совершенно другой. Я хочу вспомнить, что крупнейшие предприятия Кировской области концентрированы в городе Киеве. Да. И ближайшие прибыли. Да, да, да. Выложу сегодня-завтра. Вы сможете посмотреть на эти вопросы, раз нам обещали, что на них будут получены ответы, мы отследим. Да. Какие ответы последуют. Итак, отставки предыдущей недели. Светлана Медведева, курировавшая спорт, и Кирилл Лебедев, курировавший всю социалку Кировской области. Вот скажи мне, пожалуйста, тебя вот эти отставки удивили или нет, ожидаемые или нет, или достойные или нет? Ну, на самом деле, удивляться тут нечему. Мы все прекрасно понимаем, что приходит новый человек, приходит новый руководитель. Он набирает под себя новую команду, потому что это свойственно вообще всему. И мы там с вами четко понимаем, что там истерить и плакать никому не надо, потому что когда человек приходит работать в государственной структуре, он должен всегда четко понимать, когда его взяли на работу, он в этот же день думает, как его уволят. Да, ну, если кому-то это не устраивает и кто-то этого очень боится, то ему надо идти заниматься там чем-то своим или идти в коммерческие структуры. Но в данном случае здесь так заведено. Так было всегда и, наверное, так и всегда будет. Единственное, что есть у нас одна очень большая проблема в том, что за эти все годы, к сожалению, в Кировской области не был создан такой кадровый резерв из местных людей. Да, вот могут приходить там руководители, и они меняться. Тут, в принципе, ничего страшного нет. Так было и в советское время. Там приходил первый секретарь обкома совершенно, да, но всегда был такой костяк местных людей, которые, в общем-то, работали, несмотря ни на что. Значит, при сегодняшней жизни у нас точно так же был и 2009 год, я когда помню, что пришел еще тот губернатор Белых и тоже привез свою команду, пришли свои люди. Ну, кое-кто из местных все-таки был. Ну, небольшое количество людей, потому что, в принципе, очень сложно было привести, наверное, сразу подготовленных 11 замов. То понятно, что какой-то был костяк сформированный из своих, может быть, не совсем профессиональных, но из своих. И точно так же сейчас происходит. И единственное, что в данном случае надо четко понимать, что для нас очень важно вообще для жителей Кировской области, чтобы изменения не стали хуже, чем были. Вот тут очень важно это все понимать, да. И если сегодня исполняющий обязанности говорит о том, что уже будет не 11 замов, а 5 или 6, то мы видим, что идет сужение. 5-6 замов легче привести, чем 11, конечно. Да, тем более мы сегодня уже двоих видим, они уже назначены. То осталось-то дополнить совершенно небольшим количеством замов, и они будут как бы работать. Я напоминаю Константин Мищенко, который курирует дороги и лес, это место Черчкова бывшего. И Дмитрий Курдюмов, известный хорошо нашим жителям, социалка, спорт, медицина. И ты мне говорил до эфира, что и культура, и образование могут отойти. Ну, такое было, я помню, если не поймете, не изменяется, Сергей Энкови, был один зам по социалке. То, в принципе, тут может вполне такое произойти, что будет один зам по социальным вопросам, вот то, что сегодня мы там имеем, что это Дмитрий Курдюмов, и к нему еще дополнительно добавится образование и культура. Если мы вернемся все-таки к двум персонам, Светлана Медведева и Кирилл Лебедев. Возвращаемся, так как я все 10 лет работал в социальном комитете ЗАГС Собрания, то оба направления там не очень хорошо знакомы. Значит, хочу сказать одно, чтобы никого... Кроме того, ты еще и Федерацию бокса и планировала. Ну, да, значит, я хочу сказать, что в этом случае мне очень жаль, конечно, Кирилла Сергеевича Лебедева. Мы просто всем комитетом на протяжении последних пяти лет его просто заслушивались, его четкие отчеты, как он был во всей теме, как он все подготавливался к каждому выступлению, как он вообще работал, как реагировал на все наши замечания, просьбы и все прочее. При всем при этом я же очень часто встречаюсь с пожилыми людьми в округе у себя, его очень хорошо характеризовали всем, как я их называю, моей бабушке. Или они говорили, что какой прекрасный там есть Лебедев, который нас всегда принимает, который у нас там быстро реагирует. Плюс, когда я как депутат к нему обращался, он выезжал вплоть сам лично до квартиры этих бабушек, смотрел, что у них там происходит, их принимал. То, на самом деле, у меня по нему очень такое сложилось приятное впечатление. Я считаю, что это один из лучших кадровых решений, которые привез Никита Юрьевич Белых. Но, к сожалению... Но это его не спасло. Ну, это его не спасло, хотя я знаю, что к нему никаких претензий, в общем-то, нет. Но, в общем-то, идет смена команды, значит, она... И защищает всех. Защищает, ну, если тебе слово какое-то, убирает всех. Зачистка такое слово. Ну, убирает, меняет, как ты хочешь это назвать. Это вообще, на самом деле, нормальное явление. И мы с вами четко понимаем, должны, что... Еще раз хочу сказать, что там не надо никому там, как бы, паниковать, плакать, кричать. А кто останется из нынешней? Ну, ты меня спрашиваешь, мое личное мнение? Да, абсолютно. Ну, я думаю, что, наверное, впоследствии останется никто. Понятно. Да. Всем нужно быть готовым. Всем нужно быть готовым, что в любой момент тебя могут... А чего ждут-то? Ну, вот, если вспомнить Щерчкова и Вершинина, они как-то очень быстро приняли решение? Ну, как быстро, но все равно, как бы, я не знаю, кто принял решение, мы можем только догадываться. Я не думаю, что это они приняли решение, я думаю, что им все равно как-то дали это понять. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что сейчас все-таки идет выборная кампания, какие-то резкие движения делать никто не будет. А как ты думаешь, до 1 октября кто-то останется? До 1 октября, я думаю, что кто-то останется. До 1 января уже сомневаюсь. То есть, и даже Ковалева, например, человек, которого говорят, что вне меняющихся глав региона. Ну, на самом деле, как бы, так же работая на протяжении 10 лет депутатом и непосредственно контактируя с Еленой Васильевной, ну, на самом деле, впечатления тоже очень приятные, и именно по работе Минфина, именно по ее отношениям. Конечно, все эти годы ей приходилось очень нелегко. Значит, к сожалению, во многих вещах ее не слышали. Но надо сказать, что она не рисовала там какие-то радужные картинки. Даже дело не в этом. Ее, на самом деле, надо было чаще прислушиваться, как министра финансов, и я думаю, что у нас бы сейчас проблемы, и невозвратов госгарантий было бы гораздо меньше. И она, на самом деле, очень переживала за то, что отвечает. Ну, еще раз хочу сказать, я не могу там дать руку на отсечение, но вернее всего, что может произойти, и это. Я еще раз хочу сказать, что пришел новый человек, и он вправе готовить под себя определенную команду, с которой он должен выполнить те обещания и те задачи, которые перед ним поставил и президент, и то, что от него ждут жители Кировской области. И, как говорится, что время покажет. Ну, это его право, ему дан такой шанс, и я думаю, что он должен им воспользоваться. Я, на самом деле, не очень считаю, что это неправильный шаг. Если он понимает, что он делает и для чего, то, в принципе, порой такие кадровые решения, они немножко встряхивают вообще всю ситуацию, и, по крайней мере, жителям нашей области дают шанс на какие-то изменения. Вот, еще про кадровые решения, мы сейчас вернемся к прямой линии. Значит, на прямой линии Илья Васильев заявил, что он надеется, что в результате этого выбора, то есть выбора, который люди совершат 18 сентября, в различные органы власти придут компетентные люди, которые будут способны выполнять работу в интересах граждан. И отметил, что сам является членом Единой России, заявил, что хотел бы работать с единомышленниками. Единомышленниками. А как ты считаешь? Единомышленники – это однопартийцы. Хороший вопрос. Я хотела тебе его задать. Ну, я думаю, что, конечно, как бы, несмотря ни на что, и как бы не надо тут испытывать иллюзии, конечно, основную часть взаимоотношений и работы, конечно, новый губернатор, как член партии Единой России, будет, наверное, обустраивать со своими однопартийцами. Вот это хорошо или плохо для нас? Ну, для нас вообще очень плохо, когда политика забивает экономику. То в данном случае сегодня, как бы, вот многопартийная система, и то, что вот нам удалось, мне кажется, в последнем созыве, в ЗАГС-собрании, сделать парламент местом для дискуссии, когда совершенно разные люди с различными взглядами говорят, допустим, об одной и той же ситуации, но с разной стороны. И вот как раз только в дискуссиях, только в спорах рождается какая-то правильная истина. Практика показывала, что сегодня все антинародные законы, которые принимались, и даже не антинародные законы, плюсом еще все принятие бюджетов и неэффективное расходование денежных средств, все эти выдуманные льготы для крупных компаний, значит, они происходили благодаря одной партии. Они происходили вот как раз, вот она решила, она это все провела. Хотя многие внутри точно так же считали, как и те люди, которые не представляют сегодня эту партию, которые говорили, что это делать ни в коем случае нельзя, потому что рано или поздно мы столкнемся с большой бедой. Однако многие не антинародные, а наоборот благостные для народа законы и действия Единой России себе приписывают. Как ты знаешь, достаточно гидко почитать детские сады, школы открыты. Это же, понимаешь, свет, это же не от большого ума, а в принципе-то я хочу сказать, что вот то, что они сейчас хвастаются там, да, ну возьмите там статистику у нас есть там, вот у нас и всем известный там товарищ, который глава города, по которому больше всех вопросов всегда задают, значит, говорит, что вот они построили там за пять лет три садика или четыре новых. Но при этом мы должны четко понимать, что в городе Кирове 60 детских садов. И примерно 10% каждый год из-за нефинансирования этих детских садов приходит в аварийное состояние, они совершенно становятся страшенны и опасны для наших детей. Я хочу тебе, кстати, знаешь, что сказать? Да, то вот давайте посчитаем за пять лет, сколько у нас сегодня примерно детских садов, которые вообще по логике вещей надо просто закрыть. Да, давай вот мы просто ушли сейчас в сторону, я только небольшую ремарку скажу, что, между прочим, в вопросах, которые у нас на сайте пришли на прямую линию к Рио, не упоминался глава города ни один, ни другой, а обозначались городские проблемы. Вот это меня, кстати, тоже удивило. Это первое. А второе, все-таки, как ты думаешь, будет ли в Рио ориентироваться на партийность или нет? Ну, на мой взгляд, вот по крайней мере, как сегодня происходит, я думаю, что, конечно, будет. Будет. Сейчас прижаемся на короткую рекламу, через две минуты снова со своим особым мнением от Дмитрия Русских. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и напоминаю, что свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских. Задержание Павла Амуфриева, который курировал у нас бизнес, в том числе малый бизнес, вызвало беспокойство у предпринимателей. На прошлой неделе у нас был эфир в дневном развороте, и, в частности, например, Татьяна Кайгородцева, председатель Союза рестораторов, рассказала, что Кировский общепит много сотрудничал с Амуфрием, и сейчас вот беспокоится. Я знаю, что Андрей Вавилов бизнесом бутсмен рассказывал, и это есть тоже в СМИ, лично мне рассказывал о том, что люди приходили и писали петиции, не петиции, но письма, которые характеризовали с положительной стороны Павла Амуфриева, которого соответствующие органы уходили. Там достаточно больше десятка точно таких было написано. Оправданы ли переживания предпринимателей? Коротко очень. Как-то оцениваешь деятельность Павла Амуфриева на своем посту, и что у нас вообще с малым бизнесом? Есть у него перспективы в этой области? Коротко придется. Интересно, да. Вот смотри, предприниматели вызывают какое-то беспокойство. Беспокойство, оно в чем выражается? Мне кажется, у нашего предпринимательства давно уже беспокойство о том, что оно никому не нужно, малое и среднее, и на него никто никак не реагирует. Если переходить к Амуфриеву, я, честно говоря, не очень понимал вообще, чем они все занимаются. Они все это кто? Ну вот все их министерство или вообще основные цели и задачи. Объясню одну очень простую вещь. Из моих знакомых друзей, а у меня, поверь, в городе очень много знакомых друзей, и кто занимается малым и средним бизнесом, ни разу к этому департаменту или министерству никогда ни за чем не обращались и ничего не получали. Кому они выдают такие суммы, для чего, я, честно говоря, не очень понимаю. Я точно понимаю, что в данном случае это какая-то очень такая скользкая часть, по которой, в общем-то, Павел Ануфриев и попался. Потому что в данном случае выдавать какие-то деньги под низкие проценты, какие-то льготы, как-то это все рассматривать, я считаю, что при сегодняшней жизни это очень опасно и, наверное, не очень нужно. Потому что сегодня весь бизнес говорит, да не надо нам помогать, вы, главное, нам только не мешайте. Значит, то, что произошло с Павелом Ануфрием, это никакое отношение к его, там, отношению предпринимательского, никакого не имеет. Это его работа, а это его поведение на этой работе. То в данном случае то, что произошло, то оно произошло. Я так понимаю, что он дал все признательные показания, он работает со следствием. То в данном случае он не скрывает и не отвергает, что он миллион двести рублей в одиннадцатом году куда-то перечислил. Или куда-то их забрал. То тут не надо никому ничего переживать, потому что в данном случае все все разберутся. И если он будет виноват, то это он будет виноват и будет он уволен. Значит, придет на него новый человек на это место и точно так же будет продолжать вести свою работу. Если такое министерство, как таковое, вообще нам нужно. Понятно. Следующий вопрос касается тоже предвыборной кампании. Сегодня состоялся суд относительно Павла Дорофеева, который баллотируется в депутаты ОЗС. 6 сентября он провел встречу с избирателями, которая закончилась чайпитием и угощением собравшихся. На него написали соответствующие бумаги. И сегодня суд. То есть ему инкриминирует попытку подкупа предпринимателей. Я не знаю, чем закончился суд. Он должен был быть в 10.30, но пока сведений никаких нет. Свет, ну вот, к сожалению, у нас выборные кампании, они всегда чем-то запоминаются именно негативным. Да, то у нас там так называемые АПГ борются в 2012 году и поливают там всю оппозицию, что они представляют какое-то преступное сообщество, после чего с 2012 по 2015 год практически очень много членов другой партии были арестованы и заключены под стражу. Значит, здесь та же самая похожая история. Значит, еще в пятницу сняли одного кандидата, и тоже, как и Павел Дорофеев от «Справедливой России», значит, Машуренко. Значит, сегодня делают попытку снять Павла Дорофеева, значит, тоже представляющего «Справедливую Россию». При этом я точно знаю, что у нас очень много кандидатов от другой всем известной партии точно так же и раздают различные чай, пьют, пирожки, кофе, колбасу, что хочешь там. И, в общем-то, никто на это не реагирует и никак это не провоцируется. То в данном случае я считаю, что это просто желание определенных людей показать какой-то результат партии за счет снятия других кандидатов от других партий. Потому что мы сегодня четко понимаем, что та партия, которая сегодня представляется в лице главы нашего города, она, по крайней мере, в городе Кире, не очень популярна. И выборы покажут. И выборы покажут, и тут осталось недолго нам всем мучиться. Я это слово почему-то в последний день все чаще слышу. Да, и мы увидим реальную оценку работы того человека, который сегодня ее представляет. То в данном случае я надеюсь, что все-таки суд разберется, и Павла Дорофеева не снимет по одной простой причине. Если не поймете, кстати, не изменят. Его каждый выбор пытается снять. И я думаю, что суд разберется, потому что, на самом деле, ни чай, ни пирожки он не разливал, не давал. И, в принципе, это вещь-то очень сложно доказуема. Тем более, там есть еще куча присутствующих бабушек, которые подтверждают, что когда он пришел, уже все было разлито и поставлено. Лично не разливал. Да, да, лично не разливал. Ну, я считаю, что тут все станет на свои, как бы, места. И все те кандидаты, которые достойно провели выборную кампанию, они будут хорошо оценены. А кто пытался всю эту выборную кампанию, как обычно, проводить грязью и поливами, ну, бог им судья всем. А думал ли ты о процентах, которые завоюют те или иные партии? Володя Маматов, коммерческий директор репортера на прошлой неделе, дал «Единой России» 28 плюс 5 процентов, где-то так. То это, на мой взгляд, не очень высокий, совсем какой-то невысокий процент. И далее второе место отдал ЛДПР и прочим партиям ниже списка. Но, смотри, как мне, вообще у нас в области и вообще в городе очень сложно проценты там, как бы, считать. Считать, до выборов. Потому что у нас люди очень своеобразные, они очень у нас все грамотные, умные. И то, что если они тебе говорят, что они там голосуют за какую-то партию, там, к примеру, власти, это не факт, что они за нее голосуют. Они могут от нее принимать пирожки, конфеты, колбасу и что хочешь, там, да. При этом они все-таки думают больше головой, чем руками. Значит, что, в принципе, и правильно. Значит, при этом, если там честно говорить, на самом деле сегодня даже, я сейчас говорю о выборах в АЗС, вот как обычный обыватель и как человек, который, ну, где-то рядом ходил вообще все эти годы в политике, значит, на самом деле сегодня у оппозиционных партий, основных трех, там, ЛДПР, Справедливая и КПР, да, на самом деле тройка получилась гораздо интереснее, чем у партии власти, да, и это там сложно, как бы, отвергать. И как сегодня все это разложится, ну, я тебе хочу сказать, что у нас в последние годы всегда партия власти набирала не так много процентов, как ей бы хотелось. Понятно, что я думаю, что я с ним в чем-то согласен, в плане чего, что город, наверное, покажет до 30 процентов за партию власти, я думаю, даже ниже. В районах области они, конечно, поднаберут, и у них получится какой-то определенный процент средней, ну, температура по телу. А вот, кстати говоря, то, что пришел новый глава региона Единороссль, как ты говоришь, произвел хорошее благоприятное впечатление, в том числе и на возрастное население, это может добавить очки? Я думаю, что в сегодняшних выборах это никак не добавит, и не прибавит, и не убавит. Это, в общем-то, как бы, ну, его еще воспринимают как новое лицо, и, в общем-то, его ни с кем не пытаются ассоциироваться, и мне кажется, он сам не кричит сильно, что вот давайте голосовать за кого-то, за конкретного. То, я думаю, это никак не повлияет. Тут больше повлияет, наверное, первый номер в списке партии власти. Вот оценка будет больше предназначена для него. Насколько он был хорош все эти 10 лет. Да, всем известно, да, человек, который, в общем-то, сегодня стоит весь в наградах и говорит, что это партия президента, ну, посмотрим. Ну, он один? Каждый? Ну, каждый, да. Ну, я хочу всегда спросить, а когда вы партии у нас отбирали, вы о чем о президенте не думали? Президент, я думаю, чтобы вас за это не похвалил. Так, мы продолжаем. Остается буквально три минуты, и есть у меня вопрос по поводу общественной палаты, поскольку общественная палата осталась без секретаря, там есть сейчас временно тоже исполняющие обязанности. Все это место просто не бывает. Да, но Дмитрий Курдюмов ушел на его зампреда, и разгорелась тоже полемика о том, кто достоин стать секретарем, поскольку считается, что общественная палата сейчас уже в силу, она даже по законодательное право приобрела, да? Законодательное инициативу. Право законодательной инициативы, прошу прощения. Тут Михаил Плюснин, наш эксперт, через Фейсбук неформально обратился к РИО и сказал, верните ему в общественную палату Андрея Усенко, и тогда вопрос секретаря отпадет сам с собой. Ну, Света, вот коротко, если да, я всегда очень спокойно относился вообще к общественной палате, и я там реально понимаю, что это, в общем-то, одна из так называемых невзрачных и незаметных ветвей власти. Да, незрачные, незаметные, это разные вещи. Ну, хорошо, чтобы ее никто не видел, что эта часть принадлежит, допустим, власти, она вроде как бы свободная, ну, до определенного периода, да? То я очень всегда спокойно к общественной палате относился и к ее работе. Ну, работают и хорошо там, да? Значит, кто будет, ну, честно говоря, для меня это не очень так столько важно, потому что я, еще раз говорю, я очень спокойно отношусь, и я видел, как они относились к некоторым законопроектам, которые предлагало правительство Кировской области, и как они на это реагировали. То у меня как бы вот очень все спокойно, я считаю, что они там сами разберутся, они найдут себе секретаря. А сам? Кто сам? Вот ты же не идешь вообще в ОЗС. Ну... Чего бы не в общественную палату? Ну, я считаю, что в общественной палате много достойных людей. Они пускай работают, они пускай собирают общественное мнение. Желательно, чтобы эти общественные мнения были всегда на первом месте, а не желание там каких-то определенных властных структур там, как бы доминировать в этом процессе. Я считаю, что это на самом деле как бы ихняя внутренняя вещь. Они разберутся и выберут, надеюсь, достойно. Вот те, которые сегодня там на слуху, ну, честно говоря, у меня вызывают большие сомнения, насколько они там будут... А ты кого имеешь в виду? Эдуарда Носкова? Ну, в том числе Эдуарда Носкова. Я не знаю, по-моему... Заместители Севины. Я вам хочу сказать одну вещь. Вот Эдуард Носков у нас был президентом федерации, там, когда он работал еще в правительстве, два года президентом федерации моего... Бокса? Да. Ну, честно говоря, весь наш дружный спортивный коллектив был очень этому не рад. Он занят, наверное. Он очень занят, он очень, как бы, неохотно там и встречался, и, по-моему, за два года он не был ни на одном нашем мероприятии, ни на одном соревновании. Поэтому мы очень весело и дружно его сразу же через два года, когда подошло время, мы его с этой должности сняли. Но я могу сказать, что я, как член общественной палаты, не имею вообще никаких сведений, когда соберут, когда представить, кто хочет. Получается, что все решат межсобойщиком в очень небольшой компании, и вам всем об этом сообщат. Вы будете готовы... А мы об этом расскажем, вот здесь, из нашей студии, на волнах. У нас же была с вами история, когда... У нас нет времени, мы сейчас эту историю обсудим за эфиром. Как убиралась от АЗС основная часть, 12 человек, от ЗАГС собрания. Это же была очень веселая история. Интрига. Интрига, да. Светлана, спасибо, всем хорошей недели.